Городская набережная в субботний день удивляла гостей и жителей Бреста. Здесь прошли яркие и зрелищные показательные выступления спасателей Брещины. Профессионалы мастерски справились с задачей успешной ликвидации дорожно-транспортного происшествия, потушили условный пожар на борту теплохода и спасли утопающих. В рамках показательных выступлений мы напомнили гражданам в доступной форме еще и правила пожарной безопасности. Рассказали, как выйти победителем из той или иной опасной ситуации. Был проведен ряд интересных занимательных конкурсов и викторин. Также была обречена наглядная обучающая продукция. Теперь вызвано. Вы все вместе должны пойти в комнату и найти там маленького мишку. Там будут огоньки гореть, там вам помощь будет. Каждый желающий смог примерить на себя роль сотрудника МЧС. Кроме того, рассмотреть аварийно-спасательную технику и специальное оборудование. Покататься на аттракционах, узнать о работе отделов охраны, ознакомиться с выставкой в вооружении 38-й бригады и не только. Я делала, держала ружье. Это очень замечательно. Особенно, когда ты увлекаешься всякой военной техникой. И сейчас очень нравится сидеть в этой машине в роли водителя машины МЧС. Впечатление хорошее у детей тоже. Очень довольны. Довольны? Да! У тебя хорошее настроение сегодня? Очень. Почему? Потому что тут очень круто. Дети и взрослые с большим желанием собирали пазлы, стреляли из лука, принимали участие в различных играх, конкурсах и турнирах. Очень много локаций работы здесь на набережной. Очень отрадно, что многим причастен Союз молодежи. У нас здесь проводится уже ежегодный областной турнир по внеаренному лазертагу. Поэтому Союз молодежи готов поддержать и такие праздники, готов активно поучаствовать. И видите, нам не мешает погода. Да, сегодня ветерок, но в душе у каждого у нас жарко. Сегодняшнее мероприятие нацелено на то, чтобы объединить молодежь даже хотя бы на основании вот такой досуговой деятельности. Дает возможность ребятам познакомиться, соединиться в команды. Потому что мы сегодня говорим, по большому счету, ребята, которые собирают спилс-карту, собирают пазлы. Каждый из ребят, которые участвуют в этих конкурсах, это тоже такой кусочек пазла, который собирается в огромную команду. Команду молодежи, области и Беларуси в целом. Нацелено на достижение результата и процветание Беларуси. А вот так ярко и зажигательно отмечали День народного единства на площадке у торгового центра «Экватор». На «Экваторе» большой праздник, посвященный Дню народного единства. Его организатором является отдел культуры горосполкома и центр культуры досуга в Южном. Здесь очень интересные номера, очень красочные номера. Это о нашей родной Беларуси, о нашей малой родине, о нашем Бресте. Несмотря на дождь, люди радостно встречали больших и маленьких артистов, приходили целыми семьями. Замечательное настроение, очень удивлены, что в такую погоду так много людей собралось. Нам этот праздник очень нравится, замечательно. Это папа из Германии приехал, он очень удивлен, у нас такого нет в Германии. Я еще такого не видела у нас. Но удивительное не ограничивалось только пределами концертной площадки. Неподалеку зрители радовали своим мастерством юные каскадеры. А рядом разместилась площадка Брестского ДОСААФ, где каждый желающий мог попробовать свои силы в конкурсе скоростного маневрирования. ДОСААФ всегда принимает участие в городских мероприятиях. И сегодня мы стараемся создать хорошее настроение для жителей нашего города, несмотря на погодные условия, но очень активно участвуют. Мы подготовили грамоты, призы. Мы хотели принести вам немного адреналина, драйва, полюбоваться нами, чтобы все были довольны и зарядились много мотивацией выйти на улицу, полюбоваться этим прекрасным праздником. Праздник длился до самой ночи и завершился зажигательным выступлением гостей города группы Корни. День народного единства удался и без сомнения станет еще одной доброй традицией нашего города.